Ребята, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой парфюмерный канал. Я Диана. И сегодня у нас с вами будет обзор, которого очень долгое время не было. Тема этого обзора – мои парфюмерные открытия. Я надеюсь, это видео вам понравится, поэтому не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайк под видео и оставлять ваш комментарий. А также, ребята, не забывайте пользоваться моим промокодом на сайте парфюмерии и косметики RANDEUM. Я желаю вам приятного просмотра! Итак, ребята, мои парфюмерные открытия – это ароматы, которые не являются, может быть, новинками этого года, хотя некоторые из них – да, ароматы, с которыми я, может быть, случайно или преднамеренно познакомилась и которые мне понравились и запали мне в душу. Дело в том, что иногда я участвую в парфюмерных онлайн-мероприятиях, которые проводит Надя, эксперт парфюмерии, канал It's Nadia Time, и именно там я знакомлюсь каждый раз с огромным количеством новых для меня ароматов. Начну с бренда Vidian, аромат называется London, у меня вот такой отливант. Этот аромат был выпущен в 2018 году, и я познакомилась с ним совершенно случайно, просто когда знакомилась с брендом в парфюмерном магазине. Аромат, естественно, посвящен столице Великобритании – Лондону, ультрасовременному городу, смещающему в себя невероятное количество культур. Это древесно-пряная композиция с вкраплением вкусных сладких ягод. Какая-то деликатная красота на старте. Хотелось бы намекнуть на сексуальность аромата, но не буду говорить об этом утвердительно. Ребята, вы знаете, я не люблю этот термин при описании ароматов, потому что у каждого человека восприятие сексуальности и привлекательности ароматов своё индивидуальное. Но для меня, на мой взгляд, это суперсексуальный аромат для обоих полов. Чудесный ут в этой композиции. Он на старте немного смазан другими нотами. Он пряный, он ягодный, а затем всё больше и больше разогревается на коже, ребята. В каких-то случаях доминирует даже и становится и кожаным, и ванильным. И вообще-вообще супер привлекательным. Унисекс с отменной стойкостью. В этот раз, ребята, я даже решила посмотреть вам цены, европейские цены на этот аромат. 50 миллилитров этого аромата стоит у нас здесь в Европе, в Италии 250 евро. Следующий аромат, ребята, это немецкий бренд, бренд из Берлина. Он называется Urban Scents, если я правильно произношу. И аромат Sensial Blend, у меня опять же вот такой отливант. И с этим ароматом, кстати, я познакомилась именно на парфюмерном онлайн-мероприятии. Аромат был, в общем, в 2016 году. Очень понравился аромат. Извините, я сегодня буду ко всем ароматам применять одну и ту же лексику. С ответвлением, наверное, в алкогольные, ликёрные ароматы. Здесь очень мало нот заявлено. Кожа, виски, амбра и ваниль. Да, это слегка подслащённые ванилью виски, которые разогреваются на коже. Это красивая обволакивающая амбра, как будто бы восковая. Есть какая-то тягучесть в этом аромате. Но все эти ноты вместе создают очень урбанистический аромат. Аромат большого города, запах разгорячённого асфальта, метрополитена. Как будто бы сочетание несочетаемого, ребята. Но это очень чувственно получилось. Это необычно, это оригинально, носибельно, что очень важно в данном случае. Унисекс и флакон 100 мл стоит 180 евро здесь в Европе. Следующий аромат, ребята, это бренд Николаи. Аромат называется Caravan Serai Intense. Это аромат этого года, 2023-го. Патрисия де Николаи, автор этой композиции, она же основательница бренда. Шикарный аромат на холодное время года. Я познакомилась с ним, кажется, на выставке Xans в Милане в этом году. Он посвящён путешествиям на восток, к бескрайним песчаным просторам. Вообще, Caravan Serai – это место отдыха, где встречаются караваны, которые идут с разных направлений, и где нет недостатков в традиционном кофе с кардамоном. Да, это аромат про кофе, про кофе со специями, про кофе пряный. Почти он такой кока-кольный на старте, с сахарной сливой. И в раскрытии очень-очень много специй, которые вроде бы и подсушивают аромат, но и в то же время приятно разогревают его. Древесная база с ванилью, с бобами тонко, которые очень интересно, очень приятно усаживаются на коже и создают такой сладенький, убаюкивающий эффект. Вы знаете, мне очень импонирует этот бренд Николай, и я скажу вам, совершенно недавно с ним познакомилась, просто не было возможности где-то его послушать. Очень благородные ароматы у этого бренда. Этот аромат Caravan Serai Unisex. У этого бренда есть флаконы как 100 мл, так и 30, что очень удобно для тех, кто, как и я, имеет уже очень большую коллекцию. И вот 30 мл флаконы стоят здесь в Европе 68 евро. А дальше, ребята, бренд Noyassia, и аромат называется Jardin del Biarr. Он был выпущен в прошлом году. Пишите, пожалуйста, кто из вас уже знаком с этим брендом и с какими их ароматами. Я знакома только с этим, и тоже благодаря парфюмерным мероприятиям Надежды. Я очень благодарна ей за то, что она дает возможность познакомиться с новыми, не совсем популярными нишевыми брендами и всегда преподносит очень интересную информацию. Итак, здесь квартал El Biarr в Алжире, сад семейного дома, где храняется очень много воспоминаний. Это цветущие апельсиновые сады, это жасмин, это величественные цветы дикого ириса, магнолия. Это такая пудровая ирисовая композиция на старте, и уже даже не дожидаясь раскрытия, наверное, по расстановке нот, можно понять, что это очень элегантная цветочная композиция. Настолько тонко она скомпонована. Это полупрозрачная симфония ярких по своей сущности нот. Жасмина, магнолии, ириса, почти такой завуалированной сладостью бобов тонко и амбры. Он просто прекрасен, этот аромат. Советую любителям негромких, тонких, полупрозрачных цветочных композиций, если есть возможность познакомиться. У этого бренда есть как и 100-миллилитровые флаконы, так и 30-миллилитровые. Тоже, опять же, очень удобно. Флаконы 30 миллилитров стоят 65 евро. Следующий бренд – это бренд La Manufacture. Аромат называется Bojaras. Он был выпущен в 2019 году. И парфюмер этой композиции – Николя Bonneville. Напишите также, кто знаком с этим брендом. Если я не ошибаюсь, ребята, он представлен на рандеву, но я могу ошибаться. Тоже совершенно непопулярный нишевый бренд. И, опять же, я знакома только с этим ароматом. Как сказал про этот аромат сам бренд, Bojaras – это дуэль характеров человека и животного. Он посвящен очень элегантному месту, где располагается одна из самых красивых конюшен королевства Марокко. О чем этот аромат? Вы знаете, здесь заявлено только три ноты в пирамиде. Это кожа, амбра и кардамон, но здесь намного больше нот. И вот такие вот основные три, которые выделяет мой нос – это кожа, малина и шафран. Да, это что-то из разряда тасканской кожи Тома Форда, но у Форда композиция будет более такая поедреннее. Здесь аромат чуть мягче и округлее. Еще мне напомнил этот аромат другую композицию бренда Coreterno, который называется Hardcore, который я очень хочу себе в коллекцию. Но Hardcore, несмотря на то, что у него в пирамиде такой же аккорд основной, он все же уходит в более женскую сторону, в более женственную, потому что там очень много в композиции еще и экзотических фруктов. Здесь же композиция более мужская, на мой взгляд. Но, тем не менее, очень красивая. Я бы такое носила. И вот если вы, ребята, любите аккорд, знаменитый аккорд кожа, малина, шафран, то познакомьтесь с этим ароматом. У него очень приемлемая цена за 100 миллилитров 145 евро. Следующий аромат, ребята, это бренд Ducita. И аромат называется Moonlight in Chiang Mai. Аромат 2020 года. И вот в том же году этому аромату фрагрантика присудила премию «Лучший запуск года». Таинственный ночной аромат, играющий на двойственности тьмы и света, и который воспроизводит чудесную сцену ночного города, залитого лунным светом. Вот так Писара описывает свой аромат. Я вообще не поняла, ребята, почему на фрагрантике этот аромат заявлен как мужской. Его трудно назвать унисексом, настолько он женственный, на мой взгляд. Я не понимаю, может быть, это какая-то ошибка. Это такой с волшебным, упоительным, цветочным стартом аромат из жасмина и японского юзу. Впечатление, что эти две ноты просто как-то плавятся, растекаются как мед. Нот здесь есть, это приятнейшая цветочно-бальзамичная смолистость в этом аромате. Здесь ваниль, здесь почули, в базе древесные ноты. У аромата более легкий старт и такой более плотный, более плотное глубокое сердце и база. Это очень чувственный, какой-то обнимающий в теплые объятия аромат с экзотическим шармом. Очень красивый. Не могу передать свои впечатления от этого аромата, настолько он мне нравится. Кстати, у бренда Ducita тоже есть флаконы 100 мл и 50 мл. Вот 50 мл стоит 150 евро. И последний, ребята, аромат из сегодняшнего обзора. Это польский бренд Boho Boko. Аромат называется Jasmine White Leather. Он был выпущен в 2022 году. Я как-то познакомилась с брендом, но всего лишь с двумя ароматами бестселлерами марки. Это что-то про вишню и какой-то аромат про кофе. Но вот они как-то меня не впечатлили. Я не стала больше знакомиться с другими ароматами. И вот какое-то время назад снова ради интереса попробовала. Но уже познакомилась с ароматами, которые не являются самыми популярными. И вот они мне очень понравились. Один из них это как раз-таки Jasmine White Leather. Если вы любите жасмин и подразумеваете его очень современное, специфическое исполнение, например, в этом аромате, жасмин и свежевыкрашенная кожа, тогда вам, ребята, можно его затестить. Здесь очень явный на мой нос запах акриловой краски. Или как будто бы вы оказались в мастерской обуви, где очень много смешано запахов кожи, замши, расплавленного клея, каких-то красителей для кожи, да. И вот вся вот эта вот составляющая смешана со сладким жасмином. Аромат станет чуть более пудровым в раскрытии. Здесь заявлена фиалка в пирамиде. Но таких особых изменений не претерпевает. Не всем, наверное, может зайти этот аромат. Он особенный, скажем так. Без затеста совершенно не рекомендую вам его. Жасмин здесь очень интересно интерпретирован. Как и кожа, в принципе, тоже. Мне очень понравился этот аромат. Я бы даже хотела себе флакон в коллекцию. У этого бренда только 50-миллилитровые флаконы по цене 150 евро, но концентрация парфюм. Ну что, ребята, на этом у меня все. Я благодарю вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если знакомы уже с этими ароматами и что о них думаете. Я напоминаю вам подписаться на мои другие социальные сети, Инстаграм и Телеграм. Ссылки я оставлю в инфобоксе под видео и закреплю в комментариях. Еще раз вас благодарю. До следующих наших встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok